Благоприятные и комфортные условия для всех категорий детей являются неотъемлемой частью принципа работы общеобразовательных и дошкольных учреждений. Так, этим летом в детском саду поселка Майске было начато строительство так необходимого для досуга детей на веса. Деньги для строительства были собраны индивидуальными предпринимателями поселения. В сооружении на веса активную помощь оказались сами родители. Все работы практически завершены, осталось благоустроить и уже в скором времени воспитанники детского сада смогут при любой погоде выходить на улицу. Также совсем недавно начался ремонт в трех смежных кабинетах для открытия эксклюзивной группы для детей-инвалидов. Во программе «Доступная среда» в рамках программы «Доступная среда» создаются условия для эксклюзивного обучения детей и детей-инвалидов на условиях софинансирования федерального и местного бюджета. Для этих целей из федерального бюджета была выделена денежная сумма в размере 1 миллиона рублей. Работы начались 19 октября, говорит заведующая детского сада Рузана Индрисова. Ремонт будет длиться 25 дней, говорит она. Также Рузана отметила, что их корпус идеально подходит для этой программы. На сегодняшний день забетонирован пантус, переделана система отопления, расширены дверные проемы, сделаны откосы. В этой реконструкции не осталось в стороне и администрация сельского поселения во главе с Андреем Доцко. На средства местной администрации в одном из кабинетов будет уложен пол из вами НАТО. Мы задали несколько вопросов педагогу, которому предстоит создавать эту группу. Как вы относитесь к тому, что в вашем детском садике решили открыть такой универсальный кабинет? Вы знаете, мы просто счастливы, что у нас в этом году все-таки вводится инклюзивная система образования, и мы как первые, те, кто будет работать по этой системе. Мы просто счастливы. Какие программы вы готовите для детей? Ну, программ очень много, и не очень-то хотелось бы их открывать. Лучше когда-то покажем все, что на самом деле работаем. Пока в списке два ребенка, но мы надеемся, что после того, как родители увидят нашу работу, они захотят приводить к нам детей, и наша группа станет больше, говорит Раиса. В разговоре с нами она особенно отметила, что у нее появилось еще большее желание работать. Ну, вы знаете, просто появилось большое желание работать, внедрять что-то такое интересное, и большой интерес к тем деткам, которые все-таки когда-то за чертой были. А сейчас они будут вместе со всеми. А родители таких детей как отнеслись к этой новости? Вы знаете, очень даже прекрасно. Вот как раз-таки, кто первый добровольно откликнулись, это родители. Потому что они очень давно ждали эту помощь, и теперь мы можем предоставить им.